Всем привет, друзья, с вами Артишок, и по вашим многочисленным просьбам делаю подобное видео. Первый раз, надеюсь, оно вам понравится. Итак, это будет ТОП-5 самых редких скинов в Смайте. Начнем мы с последнего места. Пятое место. Олимпийский скин на Афину. Релиз скина был в 2014 году. Приррочен он был к Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Нечасто Россия удоставилась такого внимания со стороны хайрезов, но скин был выпущен именно к данному событию. Приятно? А как же? Имеет аналог Ред Стара Фина. На четвертом месте. Кака, Демон и Мир. Релиз данного скина был 17 апреля 2013 года. И это самый старый скин в данном ТОПе. В чем же его редкость? Все просто. Данный скин получить можно было только во время бета-теста с Майта. То есть по его окончанию вы должны были иметь 30 уровень аккаунта, чтобы заполучить данный скин. Да, потом появились эксклюзивы на Xbox и PlayStation. С такой же моделькой, но в других цветовых вариантах. Их имеют почти все игроки Xbox и PlayStation. Тогда как оригинальный скин имеет большую редкость. Третье место на того же бога, Емир. Называется он Twitch Емир. Также имеет аналог и более доступную версию Boss Twitch Емир. С небольшой коронкой на голове. Но оригинал можно было получить только тем, кто стримил смайд на Twitch в течение овер дохрена часов. Я даже не помню какое количество. Сложность получения этого скина была в том, что стримить нужно было именно через лаунчер Hi-Rez'ов. То есть через саму игру Смайт. Которая просто дико лагала и не давала никаких других вариантов получения данного скина. Второе место. Палсейдон на Посейдона. Релизнут данный скин был в 2014 году. И стал самым первым лимитированным скином в Смайте. Никогда и нигде не продавался более кроме как в 2016 году. Тогда появилась возможность получить его за 500 долларов. На тот момент как по мне имел самую переделанную визуальную модельку. Ну и естественно самую трешовую. Первое место. Как вы все предполагали и могли догадаться. Таната Сархонт. Релизнулся самый сексуальный скин в Смайте в 2015 году. И был финальной наградой за покупку всех предметов по DC 2015 года. Был доступен к покупке в 2016 году весной. В то же время как Дайпл Сейдон. Стоимость его была 1000 баксов. Единственный раз думаю и последний его можно было получить именно в тот момент. Самый желанный и самый-самый по моему мнению. Таким вот получился наш первый топ 5 по Смайту. Если данная рубрика тебе понравилась. То поставь лайк. Подпишись на мой канал. И обязательно напиши в комментариях что бы ты еще хотел увидеть по Смайту. Всем пока.